Систолическая дисфункция миокарда Это является, наверное, наиболее серьезными и грозными осложнениями противоопухолевой терапии, и часто эти осложнения сопряжены с плохим прогнозом. И на данный момент существует такая классификация и существует такая нозологическая форма, как сердечная дисфункция, связанная с терапией рака. И эта дисфункция, она может быть как симптомной, то есть с наличием симптомов сердечной недостаточности, так и бессимптомной. Симптомная сердечная дисфункция, она может быть тяжелой, когда наблюдается новое снижение фракции выброса левого желудочка менее 40%, Умеренное, когда имеется новое снижение фракции выброса левого желудочка на 10, более чем на 10% до величины 40-49% или новое снижение фракции выброса левого желудочка менее 10% до величины 40-49%, новое относительное снижение глобальной продольной деформации на 15% по сравнению с исходным уровнем или новый рост сердечных биомаркеров. И, кроме того, выделяет легкую бессимптомную сердечную дисфункцию, это когда фракция выброса у пациента больше либо равна 50, плюс имеется новое относительное снижение только глобальной продольной деформации на 15% по сравнению с исходным уровнем или новый рост сердечных биомаркеров. И симптомная сердечная недостаточность, которая может быть очень тяжелой, это, которая требует лечения в реанимационных отделениях, когда требуется инотропная поддержка, возможно, механическая поддержка кровообращения, тяжелая, которая, безусловно, требует госпитализации для стационарного лечения, умеренная, когда есть необходимость амбулаторной интенсификации терапии, проведение диуретической терапии, если имеется отечный синдром, и легкая, когда у пациента имеются легкие симптомы сердечной дисфункции, появляется одышка, снижение толерантности к физической нагрузке, при этом какой-либо особой интенсификации терапии не требуется. И если говорить о противоопухолевых препаратах, которые вызывают сердечную дисфункцию, то это, прежде всего, антрациклины, это наиболее изученная группа препаратов, и очень много работ посвящено влиянию терапии антрациклинами на систолическую функцию левого желудочка. Второе место по своей частоте — это антихер-2 препараты, прежде всего, тростузумаб и пертузумаб. Это ингибиторы фактора роста сосудистого эндотелия, серафениб, линвотениб, оксетениб, билоцезумаб. И также это мекобраф-ингибиторы — кобиметениб, доброфениб и трометениб. И если говорить о частоте возникновения такой дисфункции, то у доксорубицина имеется дозозависимый эффект, и при дозах менее 400 мг на квадратный метр частота возникновения низка и не превышает 5%. Если у пациента же 700 и более мг на квадратный метр, то частота возникновения сердечной систолической дисфункции может достигать практически 50%. Если пациент получает тростузумаб, это наиболее часто используемый антихер-2 препарат, то здесь частота дисфункции может достигать 20%. И если говорить о ингибиторах фактора роста сосудистого эндотелия, то здесь также сердечная дисфункция встречается нечасто, и общая частота встречаемости не превышает 10%. Если мы говорим о BRAF и МЕК-ингибиторах, то здесь наиболее часто сердечную дисфункцию вызывает кобиметиниб. И краеугольным камнем основным моментом является базовая оценка кардиоваскулярного риска перед началом потенциально противоопухолевой терапии. И для каждого вида лекарственных препаратов с потенциальной возможностью кардиотоксичности существуют такие чек-листы, где все факторы риска суммированы по своему весу. Есть факторы очень высокого риска, высокого риска, среднего с весом в 1 балл и среднего риска с весом в 2 балла. И для антрациклинов такой чек-лист выглядит следующим образом. Здесь основное значение имеют предшествующие кардиоваскулярные заболевания. То есть пациент, имеющий сердечную недостаточность, кардиомиопатию, перед началом противоопухолевой терапии антрациклинами будет иметь максимальный риск. Также если у пациента есть в анамнезе инфаркт миокарда, коронарная ревоскуляризация, какое-то клиническое значимое поражение клапанов, ишемическая болезнь сердца в виде стенокардии, базовое исходное снижение фракции выброса левого желудочка, то такой пациент, он, безусловно, будет попадать в группу очень высокого или высокого риска. Если пациент получает антихер-2 терапию, здесь примерно подобный набор факторов риска, который также суммируется и выводится интегральный фактор риска. Пациент, который получает ингибиторы фактора роста сосудистого эндотелия, здесь такой же примерно набор факторов, плюс добавляется инсульт, традиционная ишемическая атака, наличие тромбозов, венозных тромболических осложнений в анамнезе. Если же пациент получает БРАФ и МЕК ингибиторы, также основное значение имеет наличие сердечной недостаточности или кардиомиопатии в анамнезе и наличие других значимых сердечно-сосудистых заболеваний. И затем, когда суммируется общее количество по весу факторов риска, если у пациента имеется один фактор среднего риска, то пациента, соответственно, автоматически относят к группе низкого риска и каких-либо особых осложнений сердечно-сосудистых при противоопухолевой терапии у такого пациента не ожидается. Если у пациента выявляется один фактор среднего риска с двумя баллами или при суммарном количестве факторов среднего риска от 2 до 4, пациента относят к группе среднего риска. Если же суммарное количество любых баллов среднего риска более или равно 5, или есть хотя бы один фактор высокого риска, то такого пациента относят к категории высокого риска. И при выявлении у пациента хотя бы одного фактора очень высокого риска пациента относят к группе, соответственно, очень высокого риска. И действующие клинические рекомендации кардио-онкологические говорят о том, что подобный подход по базовой оценке кардиоваскулярного риска показан всем пациентам перед началом потенциально кардиотоксичной противоопухолевой терапии. И видите, это класс рекомендаций 1B. И базовое обследование при проведении потенциально кардиотоксичной противоопухолевой терапии включает в себя сбор анамнеза. Это обязательно уточнение наличия сердечно-сосудистых заболеваний, предшествующее противоопухолевое лечение. Прежде всего, это терапия антрациклинами, наличие лучевой терапии в анамнезе, грудной клетке по поводу любых заболеваний, рака пищевода, лимфом, рака молочной железы с преимущественно левосторонней локализацией. А также факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это сахарный диабет, артериальная гипертензия, гиперлипидемия. Обязательно пациенту проведение физикального обследования, общеклинического анализа крови, анализа крови на гликированный гемоглобин, липидограмма, ЭКГ и эхокардиография. Это тот перечень обследований, который стандартно рекомендуется пациенту перед началом потенциально кардиотоксичной противоопухолевой терапии. И для чего нужен такой подход? И это нужно все для того, чтобы мы пациентов стратифицировали и определили им тактику их дальнейшего наблюдения и ведения таких пациентов. И вот вы видите, что пациенты с низким интегральным риском, они не требуют какого-либо особого наблюдения. Им показан общий контроль факторов риска и сердечно-сосудистых заболеваний. Если пациенты имеют средний риск, возможно, пациенту необходим более пристальный мониторинг. А если же пациенты попадают в группу высокого риска и очень высокого риска, это те пациенты, у которых потенциально могут быть кардиоваскулярные осложнения, это те пациенты, которые могут доставить проблемы в период проведения противоопухолевой терапии. И таких пациентов обязательно рекомендуется перед потенциально кардиотоксичной противоопухолевой терапией и направить к кардиологу, в идеале к кардиоонкологу, если это доступно, или к терапевту. Чаще это так происходит именно до начала противоопухолевой терапии. Затем у нас обязательно встает вопрос, как же нам часто надо наблюдать пациентов, что необходимо, какие исследования необходимо пациентам проводить. И здесь, безусловно, все базируется на оценке систолической функции левого желудочка. И на данный момент существует три основных метода оценки систолической функции левого желудочка. И прежде всего это, конечно, эхокардиография, которая может выполняться в 2D-режиме, в 3D-режиме, и также возможны измерения глобальной продольной деформации. Кроме того, возможно использование магнитно-резонансной томографии сердца и равновесной радионуклидной вентрикулографии. И если говорить о преимуществах и недостатках этих различных методов оценки систолической функции левого желудочка, то здесь, если говорить о обычной 2D-эхокардиографии в двухмерном режиме, то бесспорным преимуществом этого метода является высокая доступность, простота исследования, скорость исследования и низкая стоимость исследования. И при этом данный метод не лишен каких-либо недостатков. Вы видите, их достаточно много. А так как диагностическим критерием сердечной дисфункции является снижение фракции выброса на 10%, то здесь вариабельность в результатах может иметь очень большое значение. И вы видите, что недостатками данного метода является недостаточная чувствительность при оценке небольших изменений. Это существенная вариабельность конечного диастолического объема и ударного объема в зависимости от различных факторов. Это очень высокая зависимость от геометрии левого желудочка. Если у пациента имеется в анамнезе инфаркт, то есть нарушение локальной сократимости, то и когда какая-то часть миокарда не сокращается должным образом, этот метод может показывать достаточно большую погрешность. Имеются определенные сложности при измерениях фракции выброса, когда у пациента есть тахикардия или брадикардия. Также если у пациента есть блокада левой ножки пучка ГИСа, если у пациента есть серьезная метральная регургитация или фибрилляция предсердий, все это может существенным образом влиять на точность измерения. И немаловажный фактор, что величина измеренной фракции выброса, безусловно, зависит от опыта исследователя. И вот видите, по данным литературы, у данного метода есть такая особенность, что имеется низкая воспроизводимость. И даже у одного исследователя, у одного врача на одном аппарате вариабельность может достигать 10%. И существует также контрастно-усиленная эхокардиография, когда пациенту вводится контрастное вещество, которое позволяет существенно улучшить визуализацию. И значимыми ограничениями данного метода является увеличение времени исследования, инвазивность, то есть необходимость проведения инъекций, высокая стоимость контрастных препаратов. И на данный момент это проблемы с поставками контрастных препаратов. И все это можно решить, если пациенту выполнять измерение фракции выброса в 3D-режиме. И здесь имеется достаточно хорошая воспроизводимость. Вариабельность, в отличие от 2D-режима у одного и того же исследования достигает всего 6%. Результаты, получаемые с помощью 3D-эхокардиографии, они более точны и наиболее приближены к результатам, которые получаются с помощью магнитно-резонансной томографии. Но, конечно, ограничением метода является низкая доступность оборудования. Не во всех учреждениях, даже если говорить о кардиологических каких-то стационарах, поликлиниках, не везде есть возможность выполнения 3D-эхокардиографии, что же говорить об онкологических учреждениях. И здесь имеется существенная зависимость от качества изображения, потому что здесь надо измерения проводить в трех различных плоскостях. Если есть где-то нарушение визуализации, то интегральный показатель фракции выброса будет неточным. И такой метод исследования, который также должен использоваться для измерения функции, систолической функции левого желудочка, это измерение глобальной продольной деформации. Этот показатель имеет высокую воспроизводимость, высокую чувствительность в оценке малых субклинических изменений. И существенным ограничением является то, что оптимальные показатели пока до конца не ясны, и требуется определенная стандартизация между производителями различного диагностического оборудования. И почему так важно выявление субклинической ранней дисфункции миокарда. И вот на данном слайде видно, что после начала химиотерапии повышение уровня тропонина в сыворотке крови является наиболее ранним признаком поражения или некроза кардиомиоцитов. Затем возникает изменение глобальной продольной деформации, и только после этого возникают изменения фракций выброса левого желудочка, которые предшествуют возникновению уже симптомов сердечной недостаточности. И поэтому измерение глобальной продольной деформации рассматривается в качестве и используется, не только рассматривается, используется в качестве метода, который позволяет выявить систолическую дисфункцию левого желудочка на наиболее ранних этапах. И почему это важно? Потому что проводились исследования, которые показали, что глобальная продольная деформация является четким предиктором дальнейшего снижения фракции выброса левого желудочка при использовании антрациклинов. Она гораздо раньше падает, чем, собственно говоря, фракция выброса. И это же касается и использования глобальной продольной деформации как предиктора снижения фракции выброса при использовании тростузумаба. И все это имеет очень большое значение, так как чем раньше пациенту устанавливается диагноз сердечной дисфункции, тем более полным будет ответ на проводимую кардиотропную терапию. Магнитно-резонансная томография. Этот метод, можно так сказать, является эталонным. Те измерения фракции выброса, которые проводятся с помощью магнитно-резонансной томографии, они наиболее точны. Здесь имеется минимальная зависимость от исследователя и высокая воспроизводимость. Но, конечно, данный метод ограниченно доступен. Исследование магнитно-резонансная томография – это достаточно дорогое исследование. Имеется малая мобильность оборудования. И, конечно, в рутинной клинической практике, в повседневной, этот метод используется нечасто. Только если есть четкие подозрения на сердечную дисфункцию, но при этом эхокардиография, она не позволяет точно измерить фракцию выброса левого желудочка. Кроме того, надо иметь в виду, что есть такой метод, как радионуклидная вентрикулография, который также позволяет достаточно точно из хорошей воспроизводимости измерить фракцию выброса левого желудочка. Это недорогое относительно МРТ исследование. Но при этом имеется достаточно ограниченная доступность данного вида исследования. И лучевая нагрузка, которая является также ограничением данного метода. И если говорить о порядке применения различных методов измерения фракции выброса левого желудочка, то, безусловно, как мы уже и говорили, что эхокардиография рекомендуется в качестве метода выбора для оценки фракции выброса левого желудочка пациентов, которые получают противопухолевую лекарственную терапию. Если есть возможность выполнения 3D-эхокардиографии, так как измерения эти более точны, то 3D-эхокардиография является предпочтительным эхокардиографическим методом. И если техническая есть возможность, то, конечно, любому пациенту, который получает потенциально кардиотоксичную противопухолевую терапию, необходимо проводить измерения глобальной продольной деформации. Вы видите, все это рекомендации первого класса. И если эхокардиография недоступна или ее результаты неинформативны вследствие плохой визуализации, каких-либо других причин, то, безусловно, МРТ рассматривается в качестве метода второй линии. Равновесная вентрикулография, также возможно ее применение, когда эхокардиография и МРТ также недоступны. И очень важный вопрос, каким пациентам необходимо базовое исследование фракции выброса левого желудочка. Потому что, конечно, неправильно, когда всем пациентам подряд, вне зависимости от того, какую противопухолевую терапию они получают, какого риска эти пациенты, всем в общем порядке перед проведением химиотерапии назначается эхокардиография. Конечно, это неправильно. И здесь, прежде всего, надо ориентироваться на вид противопухолевой терапии, на потенциально кардиотоксичный препарат и тот риск, который имеет пациент. И вот вы видите, что если пациент получает антроциклины, то, безусловно, базовая эхокардиография, она показана всем пациентам вне зависимости от риска. Если пациенты получают антихер-2 терапию, то также вне зависимости от категории риска такого пациента, всем пациентам показано базовое эхокардиографическое исследование. Если пациенты получают ингибиторы фактора роста сосудистого эндотелия, то здесь все не так однозначно. И вы видите, что эхокардиография, она, безусловно, показана пациентам, которые имеют очень высокий риск, а вот пациенты, которые имеют умеренный или средний риск, здесь доказательств о пользе базового исследования, эхокардиографического исследования, они не так однозначны. Если пациенты получают рафомек ингибиторы, здесь также однозначно пациентам, которые имеют очень высокий риск, по результатам базовой оценки необходимо эхокардиографическое исследование. И если пациенты получают антрациклины, очень важно соблюдать определенные интервалы исследований эхокардиографических между введениями препарата. И вот, как мы уже говорили, пациентам, которые получают антрациклины, показано базовое эхокардиографическое исследование. Всем взрослым, получающим химиотерапию антрациклинами, также рекомендуется провести эхокардиографию в течение 12 месяцев после завершения лечения. Пациенты с высоким и очень высоким риском, им рекомендуется проводить эхокардиографию каждые два цикла и в течение трех месяцев после завершения лечения. Если у пациентов умеренный риск, то пациенту такому следует рассмотреть возможность проведения дополнительной эхокардиографии после того, как он достигнет суммарной дозы доксорубицина более 250 мг на метр квадратный. Если у пациента высокий риск, то польза от дополнительного эхокардиографического исследования не так очевидна. Если пациент получает антихер-2 терапию, то, безусловно, базовое исследование ему эхокардиографическое показано. Если пациент получает антихер-2 терапию в адювантом-неодювантом режиме, то эхокардиографию ему необходимо делать каждые три месяца и в течение 12 месяцев после завершения лечения. Если пациент имеет метастатический процесс и получает постоянно антихер-2 терапию, то такому пациенту необходимо проводить эхокардиографию каждые три месяца в течение первого года. Если в течение первого года изменений не выявляется, то наблюдение может быть сокращено до измерения эхокардиографии один раз в 6 месяцев. Если у пациентов имеется метастатический процесс и очень высокий риск, то если есть клиническая необходимость, то есть какие-то подозрения, есть какая-то тенденция к снижению фракции выброса по результатам последних измерений, но они еще не подпадают под градацию сердечной дисфункции, то такому пациенту можно, безусловно, рассмотреть вопрос о возможности более частого мониторинга. Если у пациента имеется ранний хер-2 позитивный рак молочной железы и высокий риск во время лечения, также такому пациенту можно рассмотреть возможность более частого мониторинга. И у пациентов с ранним хер-2 позитивным раком молочной железы и низким риском без признаков кардиотоксичности после трех месяцев наблюдения можно такого пациента отпустить и сократить мониторинг до одного раза в 4 месяца. Если пациент получает антиангиогенную терапию, то, безусловно, пациенты с высоким, очень высоким риском, базово им проводится эхокардиографическое исследование. Если пациент имеет базовый низкий или умеренный риск, то такой пациент также может быть выполнено эхокардиографическое исследование, но здесь польза от него не так очевидна. Если пациенту необходимо проводить эхокардиографию, каждые 4 месяца в течение первого года, если у пациента имеется умеренный риск, и эхокардиографию следует проводить каждые 3 месяца в течение первого года, если у пациента имеется высокий и очень высокий риск. И эхокардиографию следует проводить каждые полгода или год, если у пациента имеется средний и высокий риск, и если такому пациенту требуется длительное лечение антиангиогенными препаратами. Что касается алгоритма мониторинга пациентов, которые получают BRAF и МЕК-ингибиторы, то здесь, безусловно, пациенты с высоким, очень высоким риском, им необходимо базовое эхокардиографическое исследование. И если пациент низкого или умеренного риска, то здесь польза эхокардиографического базового исследования не так очевидна. И затем, если пациент имеет высокий и очень высокий риск, то во время терапии BRAF и МЕК-ингибиторами такому пациенту надо выполнять эхокардиографическое исследование один раз в 4 месяца. И если говорить о стратегиях профилактики кардиотоксичности, то здесь существует две стратегии. Первая стратегия – это онкологическая, которая заключается в том, что пациенту снижает кумулятивную дозу антрациклинов, увеличивается длительность инфузии, использует менее кардиотоксичные режимы противоопухолевой терапии, также возможно использование липосомальных форм антрациклинов, применение в качестве препарата, который может снижать кардиотоксичность при использовании антрациклинов декстразоксана и ограничение одновременного назначения антрациклинов и тростозумаба. А если говорить о кардиологических стратегиях, то здесь они заключаются в назначении кардиопротективных лекарственных средств. И если говорить об антрациклинах, то доказательная база, вот вы видите, эти исследования не суммированы на слайде, доказательная база имеется касаемо карвидилола и энолаприла. И такая комбинация, проводилось исследование карвидилол плюс энолаприл в сравнении с плацебо, показала эффективность и у таких пациентов было меньшее проявление кардиотоксичности. Кроме того, доказательную базу имеет и спиронолактон или вирошпирон, который также исследовался при использовании антрациклинов. Здесь также было меньшее снижение фракции выброса у пациентов, которые в качестве профилактики получали спиронолактон. Также имеются исследования, которые касаются кандесартана и метапролола. И здесь также был эффект у пациентов, которые получали антрациклины, было меньшее количество проявления кардиотоксичности. Если говорить о тростузумабе, то здесь, к сожалению, нет доказанных препаратов, препаратов, которые имеют доказанную эффективность, которые могут профилактизировать возникновение систолической дисфункции при применении антихердва-терапии. И поэтому очень большое значение имеет поиск других групп кардиопротективных препаратов, которые имеют потенциальную возможность снижать эти проявления кардиотоксичности. И вот здесь интересен препарат фосфокреатин. И существуют исследования, которые показали, что использование фосфокреатина на протяжении шести циклов химиотерапии у больных с раком молочной железы уменьшает повреждение миокарда, что проявляется более низким уровнем тропонинов и цирреактивного белка. И это исследование показало, что фосфокреатин он предотвращает падение фракции выброса левого желудочка у пациентов с раком молочной железы при химиотерапии с применением эпирубицина и доцитоксела. И также проводился метаанализ, когда использовался фосфокреатин в сочетании с химиотерапией антрациклин-содержащей. И здесь было отмечено, что применение фосфокреатина с кардиопротективной целью, оно снижает риск проявления любых проявлений кардиотоксичности практически на 30%. Также было отмечено снижение количества патологических изменений на ЭКГ и повышение уровня маркеров повреждения миокарда тропонина на 42%. И вот в качестве препарата экзогенный фосфокреатинин или препарат еще называется неатон, его можно использовать по 2 грамма внутривенно, он разводится в физиологическом растворе и ежедневно проводится инфузия в течение 7 дней каждого цикла химиотерапии. И надо сказать, что такая схема кардиопротекции имеет отражение как в отечественных рекомендациях российского кардиологического общества, так и в евразийских клинических рекомендациях по диагностике, профилактике, лечению сережисосудистых осложнений при противоопухолевой терапии. И таким образом, если говорить интегрально о кардиологических стратегиях, то в качестве первичной профилактики возможно использование ингибитора ангиотензин превращающего фермента энолоприла, также возможно использование блокаторов к рецептору ангиотензина второго типа, имеется доказательство пользы кондосортана, возможно использование спиронолактона вершпирона и также использование внутривенных инфузий при использовании антрациклин, содержащих схем фосфокреатина. И вот хотел бы с вами поделиться парой клинических случаев кардиотоксичности у пациенток. И вот больная 65-го года рождения, у пациентки в 2005-м году было комплексное лечение с применением неодивантной химиотерапии, лучевой терапии, далее было проведено проведена радикальная мастектомия, и пациентке была проведена адювантная химиотерапия, и в 2017-м году пациентке установили диагноз рака правой молочной железы, и пациентка также в 2017-м году прошла комплексное лечение, и спустя два года, в декабре 2019-го года, она обратилась жалобами к нам на одышку при минимальной физической нагрузке, отеки стоп и голени, учащенное сердцебиение и сухой кашель. И мы обследовали пациентку, мы выполнили ей эхокардиографическое исследование, и здесь было отмечено выраженное снижение глобальной сократимости левого желудочка, фракция выброса левого желудочка составляла 30%, у пациентки наблюдалась дилетация всех камер сердца с формированием тяжелой вторичной метральной трикоспидальной недостаточности, также у пациентки наблюдались признаки снижения сократимости правого желудочка и наличие тяжелой легочной гипертензии. Мы дообследовали пациентку, сделали анализ крови на тропонин, он был в пределах референтных значений, то есть мы исключили какие-то острые процессы, мы выполнили исследование крови на треуретический пептид, который был в несколько раз повышен. И мы установили пациентке диагноз сердечной дисфункции, связанной с терапией антрациклинами и хроническую сердечную недостаточность второй бы стадии со сниженной фракцией выброса левого желудочка. И пациентке была назначена терапия бисопрололом, волсартаном, спиронолактоном и диуретическая терапия торосемидом. И у пациентки на фоне лечения наблюдалась выраженная положительная динамика, у нее регрессировали отеки, уменьшился кашель, уменьшилась дышка, увеличилась толерантность к физической нагрузке. И в динамике мы пациентке выполнили повторное эхокардиографическое исследование, и у пациентки наблюдалось значительное увеличение фракции выброса левого желудочка, она из 30 выросла до 58, восстановилась сократимость правого желудочка, оккупировались явления вторичной недостаточности метрального клапана и трикоспидального клапана, и уменьшилась степень легочной гипертензии. То есть это пример успешного лечения антрациклиновой кардиомиопатии. И второй клинический случай пациентка 67 года рождения и установлен диагноз рака левой молочной железы, проведено 4 курса неодивантной полихимиотерапии с эпирубицином и циклофосфаном и проведено 4 цикла неодивантной монохимиотерапии по клитокселам в комбинации с таргетной терапией тростузумабом. Далее пациентке выполнена органосохраняющая операция левого молочной железы с биопсией сигнального лимфоузла и лучевая терапия. Далее пациентке проведено 7 введений тростузумаба в одивантном режиме. И с середины сентября 2022 года пациентке появилась прогрессирующая слабость, инспираторная дышка, нарастающий по интенсивности малопродуктивный кашель. Пациентка обратилась на прием к радиологу с жалобами на одышку, выраженную общую слабость и кашель. Мы посмотрели физикально, каких-либо особенностей не было, за исключением единичных сухих хрипов в нижних отделах легких с обеих сторон пациентки выполнено эхокардиографическое исследование и на приеме оно составляло фракция выброса левого желудка составляла 45%. И темп падение он за практически 5 месяцев с 61% фракция выброса снизилась до 45%. Мы пациентки с целью исключения острой патологии выполнили компьютерную томографию, где пневмония и тромбоэмболия легочной артерии также были исключены. Выполнили анализ крови на тропонин-Ай, который также был в пределах референтных значений. И пациентке выполнено исследование на натрииуретический пептид, который практически в 3 раза был повышен. И мы пациентке установили диагноз сердечной дисфункции на фоне противоопухолевой терапии тростузмабом. И мы рекомендовали приостановить противоопухолевую терапию и назначили комбинированную кардиотропную терапию небивалол, эналоприл, спиронолактон и диуретическую терапию торосимидом. И пациентка через 2 недели отмечает положительную динамику, одышка уменьшилась, произошло увеличение толерантности к физической нагрузке. При этом через 2 недели каких-то изменений фракции выброса естественно не наблюдалось. она составляла 40%. И через 1 месяц у пациентки также наблюдалось дальнейшее улучшение состояния, дальнейший рост толерантности к физической нагрузке. Фракция выброса при этом незначительно выросла всего на 1%. Через 3 месяца пациентка уже поднималась на 3 этаж без остановки. Фракция выброса наросла до 44%. И через 6 месяцев пациентка на фоне активного занятия физической физкультурой, у нее были регулярные физические нагрузки, она похудела на 13 килограмм, и это внесло свой дополнительный вклад, и у пациентки фракция выброса наросла до 50%. И вот через полгода наблюдения, активного наблюдения, пациентка уже к тому времени похудела в общем на 20 килограмм, она наладила питание, у нее были регулярные физические нагрузки, и вот к нашему удивлению и счастью пациентки, у нее фракция выброса практически вернулась к исходной величине, составляла 58%. И очень интересно, есть исследование небольшое, оно выполнено на 50 пациентках, исследование называется SafeHeard, вот, и оно показало, что у пациенток, которые получают антихир-2 терапию, возможно, безопасное проведение таргетной терапии у пациенток с умеренным снижением фракции выброса от 40 до 50 на фоне постоянной кардиотропной терапии. И это вот клинический пример, он и продемонстрировал возможность продолжения таргетной терапии тростузмабом у пациентов с умеренным снижением фракции выброса левого желудочка. И спасибо за внимание. Спасибо за просмотр!